Теория без практики мертва. Практика без теории слепа. Александр Васильевич Суворов. Тольяттинский государственный университет является одним из вузов России, в составе которого ведется подготовка будущих офицеров и сержантов на базе военного учебного центра. В 2022 году одна из лучших военных школ страны празднует свое 55-летие. История военного учебного центра Тольяттинского госуниверситета началась в 1962 году, когда студенты Ставропольского филиала Куйбышевского политехнического института приступили к военной подготовке на военной кафедре КПИ. В 1963 году при Ставропольском филиале КПИ был создан филиал военной кафедры. После образования на базе Ставропольского филиала КПИ Тольяттинского политехнического института, на основании постановления Совета министров СССР от 16 сентября 1966 года, номер 764, приказом министра высшего и среднего специального образования СССР от 17 апреля 1967 года, номер 44, была создана военная кафедра Тольяттинского политехнического института. С 2001 года военная кафедра становится структурным подразделением Тольяттинского государственного университета. В 2006 году в Тольяттинском государственном университете наряду с подготовкой офицеров запаса на военной кафедре началась подготовка офицеров для службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации в учебном военном центре. В 2011 году был произведен первый выпуск кадровых офицеров. 13 марта 2019 года на базе учебного военного центра и военной кафедры была создана единая структура военной подготовки студентов – военный учебный центр. За годы своего существования кафедра и учебный центр подготовили более 12 тысяч офицеров, многие из которых прошли службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и награждены правительственными наградами. В настоящее время военный учебный центр при ТГУ готовит специалистов наземной артиллерии по программам подготовки офицеров и сержантов запаса, а также подготовки кадровых офицеров для службы по контракту. Для качественной подготовки специалистов наземной артиллерии в военном учебном центре имеется квалифицированный преподавательский состав и отвечающая современным требованиям учебно-материальная база. Обучают студентов профессиональные офицеры-артиллеристы. Две трети преподавательского состава являются ветеранами боевых действий и имеют правительственные награды. Учебно-материальная база включает в себя учебный корпус, здание малого артиллерийского полигона, хранилище вооружения и военной техники, строевой плац, оборудованные места для проведения занятий по огневой подготовке, боевой работе самоходной и буксируемой артиллерии. Учебный корпус представляет собой современное здание, в котором располагаются классы изучения материальной части артиллерии с различными образцами артиллерийского вооружения, классы тактической и тактико-специальной подготовки с макетами местности, классы стрельбы и управления огнем с возможностью выполнения огневых задач на имитационных средствах, классы общевоенной подготовки, два стрелковых тира, в том числе интерактивный. На малом артиллерийском полигоне студенты выполняют огневые задачи стрельбы с закрытых огневых позиций. На поле малого артиллерийского полигона установлены противотанковые орудия для имитации стрельбы прямой наводкой. В хранилище вооружения и военной техники расположены классы изучения материальной части самоходной артиллерии. Практические занятия на технике проводятся на электрифицированной площадке боевой работы. Военный учебный центр активно участвует в различных мероприятиях, направленных на военно-патриотическое, нравственное и духовное воспитание молодежи. Особое место в этом ряду занимает проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам нашей истории и, прежде всего, Дню Победы. Ежегодно на главной площади Тольяттинского госуниверситета проводится парад курсантов военного учебного центра при ТГУ, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное и трогательное городское событие транслируется в прямом эфире на медиаплощадках университета. Еще одной почетной традицией для курсантов ТГУ является участие в параде памяти в Самаре, который ежегодно проходит на площади Куйбышева. Мероприятие посвящено военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, ныне Самаре, во время Великой Отечественной войны, получившем статус запасной столицы страны. Последние годы парад проходил в онлайн-формате. Важнейшей составляющей военной подготовки являются учебные сборы и войсковые стажировки студентов в воинских частях вооруженных сил. В ходе их проведения с будущими офицерами проводятся практические занятия на боевой технике, стрельбы из различных видов стрелкового оружия, боевые артиллерийские стрельбы. В ходе сборов будущие офицеры принимают военную присягу. Я, Афанатий Дмитрий Александрович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинские долги. Можете назначать свободу, независимость, киссоны, строя России, народ и Отечества. Защита Родины Защита Родины – это профессия, которая востребована всегда. Военная школа Тольяттинского госуниверситета успешно сочетает теорию и практику в обучении, достойно продолжает лучшие традиции русской армии. Редактор субтитров А.Семкин